Сегменты намерений Магический процесс сегментирования намерений Джерри Абрахам, мне кажется, что сочетание ингредиентов законопритяжения, науки сознательного творения и искусства разрешения, при добавлении к ним сегментов намерений, завершает полный рецепт того, как все происходит. Расскажите нам о процессе сегментирования намерений. Абрахам Когда вы поймете, что сами создаёте свою жизнь, то захотите более точно определять, чего вы хотите, чтобы впустить это в свою жизнь. Потому что пока вы не задумаетесь над тем, чего хотите на самом деле, не будет никакой возможности сознательного творения. Вы хотите разного в своей жизни. На самом деле всегда существует много различных сегментов, которые содержат различные намерения. Соответственно, глава про сегменты намерения написана для того, чтобы помочь вам понять необходимость постоянно делать паузы в течение дня, чтобы определять, чего вы больше всего хотите. Чтобы можно было добавлять этой мысли внимания, а следовательно, энергии. Очень немногое из того, что происходит в конкретный день – результат единственного того, о чём вы думали в этот день. Но когда вы останавливаетесь и сегмент за сегментом определяете, чего вы хотите в каждой области своей жизни, вы создаёте мысли, которые начинают формировать вашу будущую жизнь, когда вы входите в похожие области. Вы садитесь в свою машину. Рассмотрим пример. Поэтому намерение общаться с кем-то или ясно воспринимать чужие слова – не самые важные. А вот намерения относительно безопасности, спокойного движения и успешного прибытия на место находятся именно в том сегменте, где вы перемещаетесь с одного места в другое. Осознание своих намерений, когда вы входите в сегмент вождения машины, не только влияет на этот сегмент, но и включает подготовку будущего. Так что, когда вы потом будете садиться в машину, у вас уже будут заранее подготовленные, созданные обстоятельства и события, которые вам понравятся. Возможно, что вначале, даже хотя вы сегмент за сегментом определяете свои желания, будет сохраняться влияние прежних мыслей, которые вы формулировали. Но по мере того, как вы постепенно создаете то, что хотите, вы подготовите себе путь, который будет вам нравиться. И тогда вам не придется совершать множество действий в настоящий момент, чтобы сделать все таким, как вам хочется. Сегментация намерений успеха Технически вся ваша энергия созидания находится в сейчас. Но вы проецируете не только в настоящий момент, но и в существующее для вас будущее. Поэтому, чем больше ваша готовность остановиться и задуматься, чего вы хотите в этом сегменте, тем лучше, яснее и чудеснее будет ваш грядущий путь. И каждое из ваших мгновений тоже будет лучше и лучше. Цель этой главы – дать тем, кто этого хочет, практические указания о том, как можно немедленно начать применять базовые законы Вселенной, чтобы дать вам полный сознательный контроль над своей жизнью. И хотя некоторым покажется, что это сильное преувеличение, потому что вы не можете контролировать обстоятельства своей жизни, мы хотим, чтобы вы знали – вы можете. Мы пришли, чтобы помочь тем из вас, кто здесь и сейчас сфокусирован в физических телах, понять, как именно вы притягиваете все, что вы притягиваете, и помочь вам понять, что к вам не приходит ничто, что вы не приглашали бы своими мыслями. Как только вы начнете изучать свою жизнь и увидите полное соответствие того, что вы говорите и думаете с тем, что вы получаете, тогда вы ясно поймете, что вы действительно приглашаете и притягиваете, и творите собственную физическую жизнь. Сейчас всегда наилучшее время. Вы живете в замечательное время, в технологически высокоразвитом обществе, где у вас есть доступ к мыслительным стимулам со всего мира. Доступность этой информации замечательна, потому что она дает вам возможность развития, но может стать и источником невероятной путаницы. Ваша способность сосредотачиваться на частностях дает большую ясность, а способность думать о многих вещах одновременно часто приводит к замешательству. Вы – восприимчивые существа. У вас быстрые мыслительные процессы. И пока вы думаете только на одну тему, вы способны с помощью закона притяжения привносить в нее все большую ясность, пока не сможете в ее отношении совершить буквально все. Но поскольку в вашем обществе доступна широкая стимуляция мысли, лишь немногие из вас удерживают внимание на каком-то одном объекте достаточно долго, чтобы сильно его развить. Большинство отвлекается так сильно, что у вас не остается возможности значительно усилить какую-то одну мысль. Смысл и значение сегментации намерений Итак, сегментация намерений – это процесс сознательного определения того, что особенно необходимо в данный момент времени. Он проводится с целью разобраться в путанице всего вашего жизненного опыта и отыскать в ней осознание того, чего вы больше всего хотите в настоящий момент. Потратив время на то, чтобы осознать свое намерение, вы получаете от Вселенной огромную энергию, которая вся будет направлена в тот момент, в котором вы сейчас находитесь. Представьте свои мысли как магнит. На самом деле все в вашей Вселенной – магнит, притягивающий то, что похоже на него самого. Когда вы обдумываете или концентрируетесь даже на небольшой негативной мысли, благодаря закону притяжения она становится сильнее. Если вы испытываете сильное разочарование или грусть, то начнете притягивать других, которые чувствуют себя примерно так же, потому что то, что вы чувствуете – это ваша точка притяжения. Поэтому если вы несчастны, вы будете и дальше притягивать то, что делает вас несчастным. Соответственно, если вы чувствуете себя хорошо, то и притягивать будете больше того, что вы считаете хорошим. Поскольку вы притягиваете в свою жизнь все, с чем вы взаимодействуете, людей, которые окружают вас в дороге, людей, с которыми вы сталкиваетесь в магазинах, мимо которых проходите на улице, темы, на которые люди с вами говорят, то, как с вами обращается официант в ресторане, деньги, которые приходят в вашу жизнь, внешний вид вашего тела и ощущения, людей, с которыми вы ходите на свидание, список может продолжаться и включать все, что есть в вашей жизни. Очень важно понимать силу настоящего момента. Смысл процесса сегментации намерений в том, чтобы четко направить ваши мысли на то, что вы хотите видеть в своей жизни, определив детали, имеющие наибольшее значение в каждом сегменте вашей жизни. Когда мы говорим вам, что вы создатель своей жизни, и в вашей жизни нет ничего, чего бы вы в нее не позвали, то иногда встречаем возражения. Они возникают потому, что у многих из вас в жизни есть вещи, которых вы не хотите. Поэтому вы говорите, «Абрахам, я бы не создал этого, я этого не хочу». Мы согласны. Вы не стали бы делать этого намеренно, но мы не согласны с тем, что вы этого не делали. Потому что вы получаете то, что вы получаете, благодаря своим мыслям, и только поэтому. Но пока вы не будете готовы признать, что вы творец своей жизни, немногое из того, что мы предлагаем, будет иметь для вас смысл. Закон притяжения воздействует на вас независимо от того, сознаете вы это или нет. Сегментация намерений поможет вам лучше осознавать силы своих мыслей, потому что чем больше вы ее сознательно применяете, тем лучше детали вашей жизни будут отражать ваше сознательное намерение. Ваше общество предоставляет разнообразную стимуляцию мыслей. Вы живете в обществе, которое предоставляет разнообразную стимуляцию мыслей. И когда вы открыты и восприимчивы к ней, то вполне можете привлекать больше мыслей, а следовательно, больше событий, обстоятельств и людей, с которыми имеете желание или возможность проводить время. Всего один час контакта с прессой дает вам невероятную стимуляцию. Неудивительно, что вы часто испытываете перегрузку, и многие из вас полностью закрываются от всего, потому что вы получаете слишком много и слишком быстро. Процесс сегментации намерений предлагает вам решение этой проблемы. Когда вы читаете написанные здесь слова, ваше замешательство сменяется абсолютным пониманием, ощущение того, что вы ничего не контролируете, сменяется ощущением контроля. И для многих из вас ощущение застоя вскоре сменится чудесным, вдохновенным ощущением быстрого движения. Замешательство возникает, когда вы думаете о слишком многих вещах сразу, а ясность, когда ваши мысли однонаправлены. Все это опирается на закон притяжения. Когда вы формулируете мысль на какую-то тему, закон притяжения немедленно приступает к работе и предоставляет больше стимулов для мысли на эту тему. Когда вы переходите от мысли к мысли, закон притяжения также предоставляет вам больше стимулов на все эти мысли. Поэтому вы часто и начинаете испытывать перегрузку, ведь по закону вы притягиваете информацию по множеству тем. Во многих случаях эта информация идет из вашего прошлого, во многих от близких к вам людей, но итоговый результат одинаков. Вы думаете о том, что не движетесь ни в одну конкретную сторону, и результатом, конечно же, будут чувства раздражения и замешательства. От замешательства к ясности и сознательному творению Когда вы выберете одну основную тему, о которой хотите подумать, то и закон, и вселенная предоставят множество идей, относящихся к ней. Но вместо множества мыслей, идущих из множества направлений, иногда конфликтующих и противоречивых, все приходящие теперь мысли и события будут гармонировать с первичной заданной мыслью. Таким образом, возникает ощущение ясности, но еще важнее будет понимание того, что вы движетесь вперед в своем творении. Когда вы думаете о нескольких темах одновременно, то обычно не особенно продвигаетесь вперед к любой из них, потому что ваш фокус и энергии рассеяны. Но если вы концентрируете на том, что наиболее важно, в каждый конкретный момент времени вы ощутимо продвигаетесь вперед. Деление дней на сегменты намерений Момент, в котором вы сейчас находитесь и из которого сознательно воспринимаете – это сегмент. Ваш день можно разделить на множество сегментов. И нет двух человек, у которых будут полностью одинаковые сегменты. Ваши собственные сегменты могут каждый день быть различны. Это нормально. Не обязательно обладать строгим перечнем сегментов. Очень важно, чтобы вы понимали, когда переходите из одного сегмента, а следовательно от одного набора намерений к другому. Например, когда вы просыпаетесь с утра, то входите в новый сегмент. Момент, когда вы проснулись, но еще не встали – это сегмент. Время, когда вы готовитесь к следующему занятию – это сегмент. Когда вы садитесь в машину – это сегмент. И так далее. Когда вы понимаете, что переходите в новый сегмент жизни, остановитесь на секунду и сформулируйте мысленно или вслух, чего вы больше всего хотите в нем. Тогда при помощи могущественного закона притяжения вы начнете получать от других мыслей, обстоятельства, события и даже разговоры или действия, которые будут в гармонии с вашим намерением. Если вы потратили время на то, чтобы осознать переход в следующий сегмент и пойдете еще дальше, осознав свои основные намерения в нем, то вы избежите замешательства, вызванного чужими влияниями или даже собственной привычки к неосознанному мышлению. Я действую и создаю на многих уровнях. В каждом сегменте своей жизни вы действуете на нескольких уровнях. Есть то, что вы делаете в этом сегменте. Действие – это могущественное творение. Есть то, о чем вы говорите в этом сегменте. Речь – это могущественное творение. И есть то, о чем вы думаете в этом сегменте. Мысли – это могущественное творение. Кроме того, в каждом сегменте вы можете обдумывать, что происходит в вашем настоящем, что уже случилось в вашем прошлом и что ожидается в будущем. Когда вы думаете о том, чего хотите в будущем, вы начинаете притягивать суть того, чего хотите. Но поскольку ваше настоящее к этому еще не готово, желание вряд ли проявится в настоящем, зато начнется движение вперед. Когда вы движетесь к этому моменту будущего, тоже делают те события и обстоятельства, о которых вы думали. То, о чем я думаю сегодня, подготовит мне будущее. Вот что мы имеем в виду под процессом подготовки. В настоящем вы думаете о будущем, поэтому, когда вы попадете в это будущее время, оно подготовлено для вас заранее вами самими. Таким образом, многое из того, что с вами случается сегодня, результат ваших мыслей о сегодня, которые вы думали вчера, и днем раньше, и годом раньше, и несколькими годами раньше. Каждая ваша мысль, которая направлена на то, чего вы хотите в будущем, крайне вам полезна. Каждая мысль о том, чего вы не хотите в будущем – помеха. Когда вы думаете об энергии и здоровье, хотите этого, ожидаете этого в будущем, то подготавливаете их для себя. Но если вы боитесь старости или болезней, если вы беспокоитесь о них, то вы готовите их для своего будущего. Сегменты намерений помогут вам, если вы сейчас думаете о вашем сейчас, или если вы сейчас думаете о будущем, потому что в любом из этих случаев вы будете создавать намеренно. В этом суть процесса сегментации намерений. Если вы просто намереваетесь что-то сделать или сказать сейчас, или если вы сейчас готовите свое будущее, очень важно, чтобы вы делали это сознательно. Если, садясь в машину, вы сформулируете сознательное намерение относительно безопасности, то буквально притянете обстоятельства, которые ее обеспечат. Конечно, если вы делали это перед множеством предыдущих поездок, если в прошлом, думая о будущем, вы желали и ожидали безопасности, тогда эти намерения уже начали формировать ваше будущее, и сегментация намерений только увеличит это намерение и усилит его. Я могу формировать жизнь или жить по умолчанию? Если вы не подготовили будущее и не испытываете сознательных намерений в каком-то сегменте, то вы живете по умолчанию, а значит, существует возможность оказаться в плену замешательства или чужих намерений. Два существа в разных машинах оказываются в одной и той же точке в одно время и ожидают столкновения. Эти существа не имели намерений безопасности. Они живут по умолчанию и в своем замешательстве притягивают друг друга. Если вы желаете и ожидаете получить предмет своих намерений, так и случится. Но если вы не тратите время на определение своих желаний, то под влиянием окружающих или собственных старых привычек притягиваете разные явления, которые можете хотеть или не хотеть. Мы согласны. Бывает, что вы случайны или по умолчанию притягиваете то, что вам нравится. Но есть вещи, которые вы ненамеренно по умолчанию притягиваете, хотя не хотите их. Но в том, чтобы притягивать по умолчанию, мало приятного. Истинная радость жизни сознательное творение. Чувства притягивают Вот ключ к сознательному творению. Представьте себя магнитом, который в любой момент времени притягивает к себе то, что чувствует. Когда вы чувствуете понимание и контроль, то будете притягивать понятные ситуации. Когда вы чувствуете себя счастливым, то будете притягивать счастливые ситуации. Когда вы чувствуете себя здоровым, то будете притягивать ситуации здоровья. Когда вы чувствуете себя процветающим, то будете притягивать ситуации процветания. Когда вы чувствуете себя любимым, то будете притягивать ситуации любви. То, что вы чувствуете, буквально является вашей точкой притяжения. В данном случае важность сегментации намерений в том, что вы много раз в день останавливаетесь, чтобы сказать себе «Вот чего я хочу от этого сегмента своей жизни. Я хочу и ожидаю этого». Произнеся эти могущественные слова, вы становитесь, как мы говорим, отборочным фильтром и будете притягивать в свою жизнь то, чего хотите. Понимаете ли, Вселенная – тот самый мир, в котором вы живете. Она полна всевозможных явлений. Есть такие явления, которые вам очень нравятся, и такие, которые вам нравятся не очень. Но все они попадают в вашу жизнь только после вашего мысленного приглашения. Поэтому, если вы много раз в день формулируете высказывания о желаниях и ожиданиях, вы в скором времени сможете контролировать свою жизнь. Вы больше не будете жертвой. На самом деле их не бывает. Не будете притягивать бессознательно или по умолчанию. Когда вы начнете сегментировать свой день, чтобы многократно определить, чего вы хотите, то будете намеренно притягивающим. А это очень приятно. Чего я хочу Сегментация намерений настолько эффективна, потому что вы можете думать о множестве вещей, но если делать это одновременно, вы испытываете перегрузку и замешательство. Важность формирования намерений шаг за шагом в том, что вы полнее концентрируетесь на меньшем количестве подробностей данного момента, а значит, закон притяжения реагирует сильнее. И вы вряд ли запутаетесь в своих противоречивых мыслях, сомнениях, беспокойствах и осознании отсутствия. Например, у вас звонит телефон. Вы можете взять трубку и сказать «доброе утро», услышать ответ и сказать «привет, подожди минутку», а потом скажите про себя. «Чего я больше всего хочу достичь этим разговором? Я хочу помочь другому человеку. Я хочу, чтобы меня поняли. Я хочу, чтобы этот человек меня понял. Хочу оказать на него позитивное влияние в направлении моего желания. Я хочу, чтобы мои слова оказали на него стимулирующее и радостное воздействие. Я хочу, чтобы разговор прошел успешно». Потом, когда вы вернетесь к телефону, окажется, что вы уже подготовили будущее. Теперь человек будет реагировать на вас в большем соответствии с вашими желаниями, нежели чем если бы вы не потратили время на диалог с собой. Когда кто-то звонит вам, он знает, чего сам хочет. Поэтому вы должны потратить время на осознание собственных желаний. Иначе он силой своего влияния получит то, что хочет, а вы – нет. Если вы хотите одновременно многих вещей, это усиливает путаницу. Но если вы будете фокусироваться на самых важных деталях того, чего вы хотите в каждый конкретный момент, то создадите ясность, энергию и скорость. В этом смысл процесса сегментации намерений. Входя в новый сегмент, остановитесь и определите, чего вы больше всего хотите, чтобы уделять этому вниманию и, следовательно, притягивать энергию. Некоторые из вас сконцентрированы во время некоторых сегментов дня. Но мало кто остается сконцентрированным все время. Поэтому большинству из вас определение сегментов и намерение осознать, что наиболее важно в каждом из них, даст возможность стать сознательным магнетическим притяжением или творцом во всех сегментах дня. И вы не только заметите, что у вас возрастет производительность, но и будете чувствовать себя более счастливыми. Потому что когда вы сознательно формулируете намерения, а потом разрешаете и получаете, вы испытываете огромное удовлетворение. Вы – существа, стремящиеся к развитию. И двигаясь вперед, вы наиболее счастливы. Когда вы переживаете застой, вы несчастливы. Пример сегментации намерений Вот пример дня, когда вы не только осознаете каждый новый сегмент, в который входите, но и формулируете намерения для них. Допустим, вы начинаете процесс в конце дня перед тем, как лечь спать. Поймите, что вход в состояние сна – это новый сегмент жизни. Поэтому, лежа головой на подушке и собираясь уснуть, сформулируйте свое намерение на это время. Я намерен полностью расслабить свое тело. Я намерен проснуться отдохнувшим, свежим и готовым к началу дня. Открыв глаза на следующее утро, поймите, что вы входите в новый сегмент жизни. Сегментом будет время, пока вы остаетесь в постели, до того, как вы встанете. Сформулируйте свое намерение на это время. Сейчас, лежа в постели, я подробно представлю себе этот день. Я намереваюсь испытывать восторг и радость. Потом, лежа в постели, вы почувствуете, что к вам приходит свежесть и предвкушение грядущего дня. Вставая, вы входите в следующий сегмент. Допустим, в нем вы готовитесь к этому дню. Поэтому в сегменте, где вы чистите зубы и принимаете душ, вашим намерением будет «Я намереваюсь ценить свое чудесное тело и его великолепную работу. Я намереваюсь привести себя в порядок и выглядеть наилучшим образом». Готовя завтрак, сформулируйте следующее намерение. «Я выберу и эффективно приготовлю эту чудесную питательную еду. Я расслаблюсь и съем ее с радостью, позволяя своему замечательному телу полностью ее переварить и переработать. Я выбираю еду, которая сейчас наиболее полезна для моего тела. Я почувствую себя сытым и освеженным от этой еды». Сформулировав такое намерение, вы заметите, что еда придает вам сил, освежает и насыщает. И вы будете получать от нее больше удовольствия. Садясь в машину и отправляясь к месту назначения, сформулируйте намерение безопасно доехать из одного места в другое, чувствовать себя в дороге энергичным и счастливым. И замечать, что намереваются и не намереваются делать другие водители, чтобы двигаться по дорогам в потоке безопасно и эффективно. Выходя из машины, вы попадаете в новый сегмент. Поэтому задержитесь на минутку и представьте, как идете оттуда, где вы сейчас, туда, куда вам надо. Представьте, что вы чувствуете себя хорошо, эффективно и безопасно добираетесь с места на место. Намеревайтесь глубоко дышать, чувствуя энергию тела и ощущать ясность мышления. Сформулируйте видение намерения для следующего сегмента, в который вы попадете. Представьте, как вы приветствуете подчиненных или начальство. Вообразите себя тем, кто помогает другим, всегда готов улыбнуться. Поймите, что те, кого вы встречаете, не имеют сознательных намерений, но вы с помощью своих сознательных намерений теперь контролируете свою жизнь. Вас не захватит их замешательство, их намерение или влияние. Двигаясь по дню сегментированных намерений, вы почувствуете, как силы и инерции ваших намерений возрастают, и начнете ощущать себя неуязвимым. Снова и снова, видя себя созидающим и контролирующим собственную жизнь, вы почувствуете, что нет ничего, чем бы вы не могли быть, делать или обладать. Блокнот для сегментации намерений Конечно, ваши сегменты будут не настолько точны, как в нашем примере, и будут различаться изо дня в день, но уже через несколько дней вы увидите, что вам стало проще выделять новые сегменты и понимать, чего вы от них хотите. Вскоре вы сможете ожидать хороших результатов от каждого сегмента своего дня. Для некоторых из вас будет удобнее и эффективнее иметь при себе небольшой блокнот и делать физические паузы, чтобы осознать сегмент и записать в блокнот перечень своих намерений. Поскольку записывание на бумаге сильнейший способ концентрации, в самом начале работы сегментации намерений блокнот может значительно вам помочь. У вас есть к нам вопросы по теме сегментации намерений? Существует ли цель? Джерри Абрахам, мне сегментация намерений кажется идеальным способом мгновенного практического применения и осуществления законопритяжения, науки сознательного творения и искусства разрешения. Другими словами, совмещая наше теперь уже сознательное понимание этих законов, которые поясняет ваше учение с процессом сегментации намерений, каждый из нас может немедленно открыть для себя, как наши мысли влияют на воплощение. Я приравниваю сегментацию намерений к постановке ряда небольших целей или намерений, воплощение которых мы можем получить практически немедленно и сознательно. Этим и вызван мой следующий вопрос. Есть ли основная глобальная цель или намерение, которую мы должны выполнить в этой жизни? Абрахам Да. Сегментация намерений – это намерения, которые для вас ближе всего в настоящий момент. На другом конце, если можно так выразиться, находится намерение, с которым вы пришли в физическое воплощение. Можно сказать, что ваше намерение сейчас связано с тем, чего вы больше всего хотите в данный момент. Но на этот момент влияют мысли, которые у вас о нем были еще до рождения в физическом теле. Когда вы пришли в это тело, из более широкой и всеобъемлющей перспективы, у вас действительно были определенные намерения, но сейчас доминирует намерение физического сознания. Вы не марионетка, которая выполняет задуманное ранее. У вас в каждый момент есть выбор, возможность решить, что будет наиболее правильным, с перспективы вечного развития, потому что вы стали больше, чем были, когда пришли в это тело. Вы уже выросли за счет своего жизненного опыта. Достаточно ли важна цель быть счастливым? Джерри. Значит, поскольку я сознательно не знаю, каковы эти конкретно мои глобальные цели, может ли быть что-то более важное, чем цель просто быть счастливым? Абрахам. Вы подошли к возможности узнать, какие у вас были внутренние намерения, когда вы пришли сюда. То есть вы говорите, поскольку я сознательно не знаю, каковы эти конкретно мои глобальные цели. Но вы сознательно не знаете об этих целях, потому что конкретных целей не было. До физического рождения у вас были общие намерения, например, быть счастливым, помогать другим, продолжать развиваться, но конкретные процессы и инструменты, с помощью которых вы будете осуществлять все это, вы можете выбирать здесь и сейчас. Сейчас вы творец. Как понять, происходит ли развитие? Джерри. О намерении, которые вы упомянули, развитие. Как понять, развиваемся ли мы? Абрахам. Вы – существо, стремящееся к развитию. Поэтому вы будете испытывать положительные эмоции, когда осознаете происходящее развитие, и отрицательные, когда чувствуете застой. Понимаете, вы можете не осознавать мысли и намерения своей внутренней глобальной точки зрения, но вы можете взаимодействовать. Все физические существа общаются со своей внутренней сущностью путем эмоций, поэтому, когда вы испытываете положительные эмоции, то узнаете, что находитесь в гармонии со своими внутренними намерениями. Как оценивать успех? Джерри. Тогда, Абрахам, что с вашей нефизической точки зрения будет показателем того, что мы добились успеха в том, что делаем здесь? Абрахам. У вас много способов оценивать успех. В вашем обществе деньги мерило успеха, ваши награды мерило успеха. Но с нашей точки зрения, величайшая оценка успеха – это испытываемые положительные эмоции. Может ли сегментация намерений ускорить воплощение? Джерри. Значит, процесс сегментации намерений может не только ускорить получение желаемого, но и сделать нашу жизнь более приятной и позволить нам более сознательно ее контролировать, а значит, и добиться больших успехов. Это так? Абрахам. Конечно. Вы будете более сознательно контролировать свою жизнь, осознанно формулируя намерения. Альтернативой будет не принимать решение о том, чего вы хотите, и поэтому в замешательстве притягивать все понемногу – и то, что вам нравится, и то, что нет. Смысл процесса сегментации намерений в том, что вы всегда будете притягивать то, чего сознательно хотите. Вы больше не будете создавать по умолчанию, не будете притягивать то, чего не хотите. Вы правы, когда говорите, что это ускорит процесс, потому что его ускоряет понимание. Конечно, вы физически создаете, когда перекладываете гору мусора с одного места на другое, или чем вы там занимаетесь. Но вы не пользуетесь энергией Вселенной, если ваши мысли не вызывают эмоций. Когда возникает эмоция, все равно положительная или отрицательная, это значит, что вы получаете энергию Вселенной. Когда вы действительно, по-настоящему чего-то хотите, это появляется у вас очень быстро. Когда вы действительно, по-настоящему чего-то не хотите, это может появиться у вас еще быстрее. Смысл сегментации намерений – сформулировать мысли о том, чего вы хотите, полностью сконцентрироваться на этом и вызывать эмоции. Понимание ускоряет процесс. Медитации, мастерские И процесс сегментации намерений Джерри Я хочу уточнить терминологию, если можно. Есть три разных процесса. Одни вы называете сегментацией намерений, второй – мастерской, а еще один, о котором вы иногда говорите, люди обычно называют медитацией. Расскажите, в чем цель этих процессов и каковы различия между ними? Абрахам Эти процессы предназначены для разных вещей. Поэтому ваш вопрос относится к теме сегментации намерений. Ведь, когда вы приступаете к любому из этих процессов, надо понимать, зачем вы это делаете и что ожидаете получить. Медитация, вашими словами, это сегмент, во время которого вы намереваетесь успокоить сознательное мышление, чтобы почувствовать внутренний мир. Это время физического отвлечения, отстраненности от всего физического, чтобы вы могли почувствовать, что происходит за его рамками. У этой отстраненности могут быть разные причины, и важно, чтобы, входя в этот сегмент, вы знали свои причины. Для сегмента медитации это может быть просто желание отстраниться от мира, который непонятен или неприятен вам. Вам нужно отдохнуть. Когда мы рекомендуем медитацию, то обычно с намерением открыть канал, чтобы вы могли объединить свое внутреннее «я», которое существует во внутреннем измерении, сознательным физическим «я», которое находится в физическом теле. Медитация – это смещение фокуса с физического сознательного мира и его настройка на внутренний мир. Процесс «мастерской» – это сегмент, в котором вы намереваетесь конкретно и точно думать о подробностях того, чего хотите, и с помощью закона притяжения создать ясность. Другими словами, вы хотите обдумать свои желания настолько подробно, чтобы получить энергию Вселенной и ускорить творение. Мастерская – это время, когда вы направляете мысли в сторону конкретного желания, настраивая в этот момент свои мысли на те желания, которые жизнь помогла вам осознать. В физическом мире вы не можете ничего получить, если сначала не создадите этого мысленно. Поэтому мастерская – это место, где вы сознательно думаете и начинаете сознательно притягивать объект или объекты, которые хотите. Процесс сегментации намерений – это простое понимание того, что вы входите в сегмент, намерения в котором отличаются от предыдущего, когда надо остановиться и осознать, чего вы хотите теперь. Сегментация намерений – это процесс, при помощи которого вы устраняете основные препятствия сознательного творения, у которых могут быть иные намерения, чем у вас, или собственных старых привычек. Как сознательно начать быть счастливым? Джерри. Я помню, вы предлагали, чтобы мы стали счастливыми прежде, чем начать чего-либо хотеть. Можете ли вы предложить нам несколько способов осознанно создавать у себя ощущение радости, вызывать позитивные эмоции? Абрахам. Сначала мы хотим сказать, что быть счастливым очень важно. Вы – магниты, а ваши чувства – точка притяжения. Поэтому, если вы чувствуете себя несчастным, если думаете о том, чего не хотите, что, собственно, и будет вызывать ощущение несчастья, то вы сильнее притянете то, чего не хотите. Быть счастливым очень важно, потому что только будучи счастливым, вы сможете притягивать то, чего хотите. Это также наиболее естественное для вас состояние. Если вы не позволяете себе быть счастливым, то не даете себе стать тем, что вы есть на самом деле. Когда вы поймете, что в данный момент счастливы, попробуйте понять, что прямо сейчас воздействует на ваше состояние. Для многих это может быть музыка, которая прямо сейчас вам импонирует. Для кого-то это погладить кошку, пройтись, заняться любовью, поиграть с ребенком, может быть, прочитать страницу из книги, позвонить хорошему другу. Этого можно добиться разными способами. Будет полезно найти много стимулов, поднимающих вам настроение, чтобы вы всегда могли попробовать несколько способов вызвать у себя ощущение счастья. Обращайте внимание на то, что поднимает вам настроение. А потом, когда вам необходимо почувствовать себя счастливым, используйте это как стимул. А если окружающие несчастны? Джерри, вы говорите, что мы можем быть счастливы практически в любых условиях, но как этого можно достичь, если мы видим кого-то, кто находится в крайне тяжелом положении? Абрахам, вы можете быть счастливы, только думая о том, чего хотите. То есть, вы можете быть счастливы в любых условиях, если ваше желание уделять внимание только тому, чего вы хотите, достаточно четко и сильно. Джерри, что делать, если люди, с которыми вы вынуждены находиться рядом, делают или говорят вещи, вызывающие у вас сильный дискомфорт, но вы все же пытаетесь порадовать их, потому что испытываете вину из-за того, что вы этого не делаете и не являетесь тем, чем они хотят. Как, по-вашему, мы можем быть счастливыми в такой ситуации? Абрахам, это правда. Трудно оставаться счастливым и радостным, когда вас окружают несчастные люди, или когда вам приходится общаться с теми, кто хочет от вас иного, чем вы хотите дать им. Но, общаясь с физическими существами, мы заметили, что вы можете пережить ситуацию, которая длится пять или десять минут, и она может быть неприятной и некомфортной. При этом, основная часть негативных эмоций возникает у вас не во время этих минут, а в те часы, когда вы обдумываете и вспоминаете эту ситуацию уже потом. Обычно, вы намного больше времени проводите, думая о плохих вещах, которые уже случились, чем о том, что происходит сейчас. Вы можете избавиться от значительной части негативных эмоций, если, будучи одни, станете фокусироваться на том, о чем вы хотите думать сейчас. И тогда, вы будете более способны не обращать столько внимания на эти недолгие ситуации, незначительные части вашей жизни, когда вам действительно доставляют неудобства окружающие. Со временем, закон притяжения перестанет приносить вам такие ситуации, потому что эти мысли больше не будут активны. Можно ли сегментировать намерения в обход незапланированных ситуаций? Джерри. Давайте рассмотрим ситуацию, когда люди действительно хотят испытывать чувство упорядоченного движения вперед, но их намерения часто отвлекаются на то, что я называю незапланированными ситуациями. Какую сегментацию намерений вы предложите в этом случае? Абрахам. Конечно, со временем ваша сегментация намерений становится более точной, и чем больше вы практикуетесь, тем меньше вас будут перебивать. Вы сами вызываете незапланированные помехи из-за нехватки сегментации намерений в прошлом. Если вы начинаете день с представления свободного и ровного течения жизни, то тем самым уже устраняете часть помех. А если они все-таки возникают, вы можете разобраться с ними сегмент за сегментом в самом начале такой ситуации, сказав, это будет недолго, и я не потеряю ход мысли, я не потеряю набранной энергии, я разберусь с этим быстро и эффективно, и буду продолжать то, чем занимался. Может ли сегментация намерений увеличить полезное время? Джерри За прошедшие годы я часто говорил, я бы хотел, чтобы меня было больше, чтобы я мог испытать все чудесные возможности, которые мне хочется. Можно ли как-то использовать сегментацию намерений, чтобы мы могли испытывать большее? То есть, чтобы мы могли делать больше того, чего хотим? Абрахам Освоив сегментацию намерений, вы поймете, что у вас будет намного больше времени, чтобы делать то, чего вы хотите. Многие явления, которых вы желаете, не приходили к вам потому, что вы не думали о них достаточно четко и не притягивали. Уже поэтому сегментация намерений даст вам то, о чем вы спрашиваете. Четко понимая, чего вы хотите, и больше не препятствуя этому противоречивыми мыслями. Вы позволяете законам Вселенной работать как положено. К тому же, вы перестаете испытывать потребность совершать так много действий в качестве компенсации за неподобающие мысли. Формулируя мысли сознательно, вы подчиняете себе энергию Вселенной. Почему не все сознательно создают свою жизнь? Джерри Если каждый из нас может выбирать сознательно создавать то, что мы хотим, или создавать по умолчанию и в равной степени получать желаемое и нежелаемое, то почему кажется, что большинство людей выбирают создание по умолчанию? Абрахам Большинство создают свою жизнь по умолчанию, потому что они не понимают законов. Они не понимают, что у них есть выбор. Они верят в судьбу или удачу. Они говорят, это реальность, она просто такая. Они не понимают, что мысленно контролируют свою жизнь. Они словно играют в игру, правил которой не знают и быстро от нее устают, потому что не могут ее контролировать. Очень важно, чтобы вы сознательно обращали внимание на то, чего вы хотите. Иначе вас может подчинить себе влияние окружающих. Вас заваливает стимулами для мыслей. Поэтому если вы сами не сформулируете мысль, которая для вас важна, то вас может стимулировать чужая мысль, которая может быть или не быть нужна вам. Если вы не знаете, чего хотите, то сформулируйте следующее намерение. Я хочу знать, чего хочу. Сформулировав это желание, вы начнете притягивать информацию и возможности, из которых можно выбирать. И из большого потока идей, который к вам придет, вы получите более четкое представление о том, чего конкретно хотите. Благодаря закону притяжения проще наблюдать за тем, что происходит, чем выбрать другую мысль. Но когда люди просто наблюдают за происходящим, закон притяжения приносят им все больше того, что они видят, и со временем люди начинают считать, что ничего не контролируют. Многим внушили, что они не могут выбирать, что они чего-то недостойны или же не способны понять, что для них правильно. Со временем и с практикой вы начнете понимать, что по своим ощущениям можете определить правильность своего выбора, потому что когда вы определяете направление мыслей, которое совпадает с вашей перспективой в целом, чувство радости подтверждает правильность этой мысли. Насколько важно хотеть? Джерри, если человек не говоря «я хочу знать, чего я хочу», утверждает сразу «насколько я знаю, я ничего не хочу» или «меня учили, что испытывать желание неправильно и находится в безразличном состоянии», что бы вы могли ему сказать. Абрахам, но разве желание не иметь желаний, чтобы стать более достойным, не является желанием? Желание – начало всего сознательного творения, поэтому если вы отказываетесь позволить себе желать, то на самом деле вы отказываетесь от сознательного контроля над собственной жизнью. Вы действительно физические существа, но при этом обладаете жизненной силой, энергией, силой Бога, силой созидательной энергии, которые приходят к вам из внутреннего измерения. Ваши врачи, хотя и замечают ее, знают о ней немного. Они говорят, этот человек мертв, у него не осталось жизненной силы. Созидательная жизненная сила приходит к вам для передачи туда, куда направлено ваше внимание. Другими словами, вы при помощи этого процесса мысленно притягиваете к себе те желания, о которых думаете. Чем больше вы думаете о своих желаниях, тем активнее закон притяжения запускает процесс. Вы можете ощущать движение своих мыслей. Когда вы не думаете о том, чего хотите, или когда вы думаете сначала о желаемом, а потом сразу о его отсутствии, то препятствуете естественному течению мыслей. Это безразличное состояние, о котором вы говорите, вызвано постоянным замедлением движения мыслей противоречивыми высказываниями. Почему большинство довольствуется малым? Джерри Абрахам, мы живем в стране, где почти все люди едят каждый день, имеют крышу над головой и одежду. Почти все так или иначе неплохо живут. Люди говорят мне, знаешь, мне хватает на жизнь, но почему-то не удается вызвать у себя достаточно сильное желание, чтобы принести в свою жизнь что-то значительное или особенное, чтобы вы на это ответили. Абрахам, дело не в том, что вы не хотите большего, вы просто каким-то образом убедили себя, что не можете получить больше. Поэтому вы стремитесь избежать разочарования, желать чего-то и не получить этого. Но вы не получаете того, чего хотите не потому, что не хотите, а потому, что концентрируетесь на его отсутствии. По закону притяжения вы получаете объект своих мыслей, отсутствии желаемого. Когда вы чего-то хотите, а потом говорите «но, я этого хотел и не получил», ваше внимание направлено на отсутствие желаемого, поэтому по закону вы притягиваете отсутствие. Когда вы думаете о том, чего хотите, то испытываете возбуждение, радость, позитивные эмоции. Когда вы думаете об отсутствии желаемого, то испытываете негативные эмоции, разочарование. Это разочарование сигнал, который подает вам система эмоционального руководства. Вы думаете не о том, чего хотите. Поэтому мы говорим «позвольте себе немного захотеть». Думайте о том, чего хотите, и пусть разочарование уйдет. Думая о том, чего вы хотите, вы притянете это. Расстановка приоритетов. Джерри, вы рассказали нам с Эстер об очень результативном процессе. Я бы хотел, чтобы вы объяснили его подробнее. Это процесс, который вы называете расстановкой приоритетов. Абрахам. Хотя вы не контролируете свои намерения каждую секунду, у вас зачастую существует много намерений, которые касаются одного и того же момента. Например, вы разговариваете с партнером. Вы хотите взаимопонимания, хорошего настроения себе и партнеру. Может быть, вы хотите повлиять на партнера, чтобы он хотел этого же. Другими словами, вы хотите гармонии. Очень важно, чтобы вы определили, какие намерения вы хотите реализовать больше всего. Потому что, расставляя приоритеты, вы безраздельно уделяете внимание тому, что наиболее важно. А уделяя самому важному для вас намерению полное внимание, вы притягиваете к нему энергию. допустим, Потом вы начинаете разговор, не уделив время тому, чтобы осознать, чего вы хотите. Допустим, вы поспорили с детьми или партнером, или с кем угодно, это не важно. Внутренняя сущность подает вам сигнал тревоги. У вас по ряду причин возникает негативное чувство. Вы злитесь на себя за то, что попали в эту неразбериху, потому что не сформулировали четких намерений. Но кроме этого вы расстроены, потому что не соглашаетесь с намерениями, высказываниями или желаниями другого человека. Если вы остановитесь в этом сегменте и скажете себе, чего я больше всего хочу в этой ситуации, то можете осознать, что ваше главное намерение – ощущать гармонию, ладить с женой, детьми, кем угодно. То есть гармоничные отношения важнее, чем эта пустяковая проблема. И когда вы поймете, что больше всего хотите гармонии, вам внезапно все станет ясно. Негативная эмоция исчезает, и вы говорите – стой, давай поговорим. Я не хочу спорить, потому что ты – самый близкий мне человек. Я хочу, чтобы между нами была гармония. Я хочу, чтобы мы были счастливы вместе. Этой фразой вы обезоружите собеседника. Вы напомните ему, что это и его, ее основное намерение. Теперь с помощью нового и сфокусированного приоритетного намерения – гармонии – вы можете по-новому взглянуть на менее важную текущую проблему. Мы предлагаем вам следующее высказывание. Если вы будете формулировать его перед началом каждого нового сегмента своей жизни, оно во многом поможет вам. Входя в этот сегмент жизни, я намерен видеть то, что я хочу видеть. Во время общения с другими людьми, это поможет вам понять, что вы хотите гармонии. Хотите поднять им настроение, эффективно донести до них свои мысли и стимулировать в них то желание, которое будет гармонировать с вашим. Это высказывание хорошо вам поможет. Абрахам Чтобы вызвать положительные эмоции. Но не настолько, чтобы эти мысли вызывали негативные чувства. Когда вы смутно чего-то хотите, эта мысль недостаточно конкретна, а значит, недостаточно сильна, чтобы притянуть силу Вселенной. С другой стороны, вы можете впасть в чрезмерные подробности до того, как соберете достаточной информации, укрепляющей ваши убеждения. Другими словами, чем конкретней мысль, тем сложнее верить, поэтому вы можете испытывать негативные чувства. Поэтому ваши намерения должны быть достаточно подробны, чтобы вызывать приятные чувства, но не настолько, чтобы вызывать отрицательные. Надо ли регулярно проводить сегментацию намерений? Джерри Абрахам, давайте вернемся к сегментации намерений. Поскольку было бы сложно уделять внимание каждой мелкой детали каждого мгновения, можем ли мы просто, например, сформулировать намерения относительно безопасности с утра пораньше? Даст ли нам эта безопасность в течение дня? Абрахам Не обязательно снова и снова повторять одно и то же намерение, хотя будет полезно повторять то, что для вас наиболее важно в данный момент. Когда вы сформулируете намерения относительно безопасности и начнете чувствовать себя в безопасности, вы будете постоянно ее притягивать. Если вы снова начнете чувствовать себя не в безопасности, значит, настало время снова усилить намерение безопасности. Может ли процесс сегментации намерений помешать спонтанным реакциям? Джерри Абрахам Сегментация намерений будет препятствовать способности реагировать по умолчанию, но усилит способность сознательной реакции. Спонтанность – это замечательно, если вы спонтанно притягиваете то, чего хотите. Но это не так хорошо, если вы спонтанно притягиваете то, чего не хотите. Мы ни за что не будем подменять сознательное создание спонтанным созданием по умолчанию. Равновесие между верой и желанием Джерри Абрахам Расскажите, что вы называете хрупким равновесием созидания между желанием и верой? Абрахам Две составляющих равновесия создания – хотеть и разрешать. Можно еще сказать «хотеть и ожидать». Или можно сказать «думать» – желаемым и ожидать. Лучше всего желать чего-то и вызвать у себя уверенность или ожидание получения. Это лучший способ созидания. Если вы слегка хотите чего-то и верите, что вы сможете это получить, равновесие наблюдается и желаемое становится вашим. Если вы испытываете сильное желание, но сомневаетесь в своей способности это получить, оно не придет, по крайней мере сейчас. Потому что вы должны настроить мысль о желании и мысль о доверии друг на друга. Допустим, у вас вызвали мысль о чем-то, чего вы не хотите. Но вы часто слышали о том, как это происходит с другими людьми, и поэтому верите в возможность того, что эта неприятность может случиться и с вами. Легкая мысль о нежелательной вещи и вера в ее возможность сделают вас кандидатом на получение этой ситуации. Чем больше вы думаете о том, чего хотите, тем больше доказательств закон притяжения даст вам, пока вы не начнете верить. А если вы поймете закон притяжения, а его легко понять, потому что он всегда последователен, и начнете сознательно направлять свои мысли, то ваша вера в возможность быть, делать и получить что угодно будет в порядке. Когда сегментация намерений ведет к работе? Джерри Чем больше внимания вы уделяете идее мысленно, тем сильнее реагирует закон притяжения, и тем сильнее становится мысль. Готовя себе будущее, сегментируя намерения, воображая в творческой мастерской, вы будете чувствовать вдохновение к действию. Действие, которое исходит из вдохновения, даст хорошие результаты, потому что вы пользуетесь законами Вселенной. Однако, если вы совершаете действия без сознательной подготовки, то они часто кажутся тяжелой работой, потому что вы сейчас пытаетесь добиться большего, чем можно путем одних только действий. Если вы будете думать о создании, а уже затем совершать вдохновленные действия, то обнаружите, что будущее готово и ждет вас. И тогда вы сможете действовать, пожиная плоды своей созидательной энергии, вместо того, чтобы ошибочно пытаться созидать при помощи действий. Каков лучший выбор действий? Джерри. Когда мы могли бы действовать по-разному, чтобы достичь чего-то конкретного? Как нам решить окончательно, какое из различных возможных действий будет для нас наиболее эффективно? Абрахам. Представьте, что вы совершили возможные действия, и отметьте, что вы чувствовали, когда его представляли. Если у вас два выбора, представьте, что вы делаете один из них, и отметьте, что вы чувствуете. Потом представьте, что вы делаете второй, и отметьте, что вы чувствуете по отношению к нему. Однако вы не сможете понять, какие чувства у вас вызывает возможное действие. Если вы сначала не потратите время, чтобы осознать свои намерения и не расставить их приоритеты. Когда вы это сделаете, принимать решение о том, какое действие будет наиболее правильным, станет легко. Вы будете пользоваться системой эмоционального руководства. Как долго придется ждать воплощения? Джерри. Допустим, есть человек, который ждет, чтобы что-то воплотилось прямо сейчас и начинает испытывать легкое разочарование, потому что этого еще не произошло. Сколько времени надо ждать появления видимых признаков успеха, и каковы эти признаки? Абрахам. Когда вы формулируете намерение и ожидаете его, оно приближается к вам, и вы начнете замечать множество признаков этого. Вы увидите других, которые достигли чего-то подобного, что будет стимулировать ваше желание. Вы будете замечать разные детали в разных ситуациях. Вы будете воодушевленно думать об этом и испытывать приятные чувства в отношении своего желания. Вот некоторые признаки того, что то, чего вы хотите, приближается к вам. Когда вы поймете, что большая часть созидательных усилий уходит на то, чтобы определить, чего вы хотите, а потом настроить мысли на это желание, вам станет ясно, что процесс создания проходит преимущественно на уровне вибраций. Следовательно, создание может быть завершено буквально на 99%, прежде чем вы увидите физическое подтверждение этого. Если вы не будете забывать, что положительные эмоции, которые вы испытываете в предвкушении своего творения, это доказательство прогресса, то будете быстрее и легче двигаться к результату вашего желания. Абрахам, как можно использовать процесс сегментации намерений, чтобы добиваться желаемого вместе с другим человеком? Абрахам. Чем лучше вам удается сегментировать намерения, тем сильнее будут ваши мысли о вашем желании, а значит и силы вашего влияния. Поэтому при общении с другими им будет легче уловить суть вашей идеи. Также полезно использовать процесс сегментации намерений, чтобы пробуждать лучшее в других. Если вы ожидаете, что они не будут помогать вам, будут не собраны, то притянете от них это. Но если вы ожидаете, что они будут сообразительны и помогут вам, то притянете уже это. Если вы перед самой встречей потратите какое-то время на притягивание энергии к вашим мыслям, то у вас и у них получится весьма удовлетворительное совместное творение. Как мне точнее передать свои намерения? Джерри. Абрахам. Думайте о желаемом исходе до начала разговора. Вы начнете движение, которое поможет вам лучше передать свои намерения. Также полезно понимать, что объединение мыслей, идей и опыта позволит вам вместе создать нечто большее, чем вы можете по отдельности. Поэтому подготовка позитивных ожиданий от собеседника поможет вам увидеть их значение, энергию и важность. При такой хорошей настройке ваш разум будет ясен. Вы вызовите понимание собеседника и вместе совершите восхитительное сотворение. Джерри. Что, если человек не хочет расстраивать кого-то, задеть чьи-то чувства или разозлить, если тема разговора спорна? Другими словами, если вы общаетесь с человеком, у которого противоречивые желания, но вы видите, что можете достичь взаимно положительных целей. Если вы сумеете избежать разногласий, как такая ситуация может повернуться для всех участников? Абрахам. Входя в этот сегмент, сформулируйте намерение фокусироваться на тех вещах, в которых вы совпадаете, на точках гармонии, уделять мало внимания разногласиям и много сходств мнений. Это помогает в любых отношениях. Проблема с отношениями обычно сводится к тому, что вы выбираете какую-то мелочь, которая вам не нравится, и обращаете на нее все внимание. Тогда, по закону притяжения, вы получаете больше того, чего не хотите. Можно ли процветать, не работая? Джерри. Вы много раз говорили, что мы можем получить все. Давайте рассмотрим ситуацию, когда люди хотят процветания, но не хотят ходить на работу или искать ее. Как им выйти из затруднения? Абрахам. Рассматривая намерение по отдельности. Если они хотят процветания, но верят, что оно достижимо только работой, тогда они не смогут получить его, потому что не хотят делать то единственное, что, по их мнению, может принести благополучие. Но если они будут рассматривать процветание независимо, отдельно, не совмещая его с работой, которой они не хотят, они смогут притягивать его. Вы затронули очень важную тему. Мы называем ее конфликтующие намерения или убеждения. Суть в том, чтобы не обращать внимания на сам конфликт, а смотреть только на суть своих желаний. Если вы хотите процветания и считаете, что для него необходимо тяжело трудиться, и вы готовы это делать, то вы его достигнете. Если вы хотите процветания и считаете, что для него необходимо тяжело трудиться, но труд вызывает у вас неприязнь, то в ваших мыслях есть противоречия. Вам не только будет сложно действовать, но ваши действия не дадут результатов. Если вы хотите процветания и считаете, что вы его заслуживаете, и что оно придет только потому, что вы этого хотите, то никаких противоречий в мыслях нет, и процветание притянется к вам. Когда вы думаете, обращайте внимание на свои чувства, чтобы разобраться в противоречиях. Когда вы уничтожите противоречие, касающееся какого-то желания, оно исполнится. Это сделает закон притяжения. Когда оно появляется, то в избытке. Джерри. Допустим, человек несколько месяцев не мог найти работу, хотя хотел и пытался. А затем, когда он находит желаемую работу, то получает еще четыре или пять хороших предложений сразу, даже на той же неделе. Какова причина? Абрахам. Работы так долго не было, потому что вместо того, чтобы фокусироваться на желании, то есть работе, человек фокусировался на отсутствии работы, отталкивая ее. Когда он преодолел это и получил работу, фокус сместился с отсутствия, он перенесся на желание, и теперь человек начал получать то, что подготовил. В этом примере желание становилось все сильнее, хотя вера была слабой. Поэтому со временем закон притяжения дал человеку то, что соответствовало его самому сильному чувству. Однако он страдал без необходимости из-за того, что не выделил время разобраться в своих чувствах. Почему после усыновления часто возникает беременность? Джерри. По той же причине, если пара, которая годами не могла произвести на свет детей, усыновляет ребенка, то женщина внезапно оказывается беременна? Абрахам. Да, это та же ситуация. Как конкуренция согласуется с намерениями? Джерри. Еще вопрос. Как конкуренция связана со всем этим? Абрахам. С нашей точки зрения, в этой огромной вселенной, в которой мы все созидаем, на самом деле нет конкуренции, потому что всего хватит, чтобы удовлетворить всех нас. Вы попадаете в ситуацию конкуренции, думая, что приз только один. Это может вызывать некоторый дискомфорт, потому что вы хотите победить. Вы не хотите проиграть. Но часто ваше внимание направлено на проигрыш, а не на выигрыш. Когда вы приводите себя в ситуацию конкуренции, побеждает всегда тот, кто наиболее четко концентрируется на выигрыше. И сильнее остальных его ожидает. Это закон. Если от конкуренции есть польза, то вот какая она стимулирует желание. Надо ли укреплять силу воли, Джерри? Могут ли люди как-то укрепить силу воли, чтобы получать больше того, что они хотят, и меньше того, чего не хотят? Абрахам. Несомненно, этому способствует процесс сегментации намерений. Но это не столько укрепление силы воли, сколько формулировка мыслей, которые затем усиливают закон притяжения. Сила воли может означать решительность, а решительность может означать сознательное мышление. Но все это кажется более тяжелым усилием, чем необходимо на самом деле. Просто думайте о том, чего вы хотите, постоянно, в течение дня. И закон притяжения позаботится обо всем остальном. Почему большинство людей перестает ощущать развитие? Джерри. Мне кажется, что в нашем обществе большинство людей к 25-35 годам в плане развития и роста доходят туда, куда могут дойти. У них есть дом, где они будут жить, жизнь, которую они будут вести, работа, которую они сохранят, убеждения политические и религиозные, которые у них останутся, и даже все разнообразие личного опыта, который они получат. Вы знаете, почему это так? Абрахам. Если уделять внимание тому, что есть, это притянет больше того же самого. Внимание к желаниям всегда приводит к изменениям. Подобие удовлетворенности возникает из-за того, что люди не понимают законов. Большинство перестает сознательно стремиться к развитию, потому что не понимает законов Вселенной. Поэтому они неосознанно формулируют противоречивые мысли и в результате не получают желаемого. Когда уверенность в том, чего вы способны достичь, противоречит вашим желаниям о том, чего бы вы хотели достичь, даже тяжелая работа не приносит хороших результатов. Со временем вы просто устаете. Осознанное понимание законов Вселенной и постепенное смещение ваших мыслей к тому, чего вы хотите, немедленно начнет приводить к положительным результатам. Джерри. Допустим, человек достиг той стадии в жизни, когда оказался в полосе неудач, на спаде. Как можно использовать сегментацию намерений, чтобы снова начать двигаться вперед и вверх? Абрахам. Сейчас. Обладает огромной силой. На самом деле, вся ваша энергия здесь и сейчас. Поэтому, если вы сконцентрируетесь на том, где вы сейчас, и задумаетесь над тем, чего вы больше всего хотите от данного сегмента, вы обретете понимание. Вы не можете прямо сейчас разобраться во всех своих желаниях относительно всех вещей, но можете прямо сейчас определить, чего вы хотите здесь. Итак, сегмент за сегментом, вы обретете новое понимание, и ваш спад превратится в подъем. Как избежать воздействия прежних убеждений и привычек? Джерри. Абрахам. Большинству из нас кажется трудно избавиться от прежних идей, убеждений и привычек. Вы сможете подсказать нам утверждение, которое поможет избежать влияния прошлого опыта и убеждений? Абрахам. Я обладаю силой сейчас. Мы не рекомендуем избавляться от прежних идей, потому что при этом вы только больше о них думаете. Кроме того, некоторые из них стоит сохранить. Просто лучше осознавайте, куда направляете свои мысли, и примите решение, что вы хотите хорошо себя чувствовать. Сегодня, неважно, куда я иду, неважно, что я делаю, мое главное намерение – видеть то, что я хочу видеть. Ничто не важно более, чем мои приятные чувства. Джерри. А если люди видят в прессе негатив или, допустим, слушают рассказы друзей о проблемах, как им не допустить, чтобы этот негатив их расстраивал? Абрахам. Им нужно сформулировать в каждом сегменте жизни намерение видеть то, что они хотят видеть. Тогда даже в самых негативных обстоятельствах они увидят то, что они хотят видеть. Можно ли формулировать, чего мы не хотим? Джерри. А можно ли формулировать то, чего мы не хотим? Абрахам. Формулируя, чего вы не хотите, вы иногда можете лучше понять, чего вы хотите. Но лучше быстро перейти от того, чего вы не хотите, к тому, чего вы хотите. Есть ли смысл в изучении негативных мыслей? Джерри. Абрахам. Есть ли какой-то смысл в том, чтобы пытаться найти конкретную мысль, вызвавшую негативную эмоцию? Абрахам. В этом может быть следующий смысл. Когда вы понимаете, что думаете негативную мысль, самое главное – любым способом перестать это делать. Если у вас есть сильное убеждение, тогда вы можете обнаружить, что эта негативная мысль возвращается снова и снова и снова. Поэтому вам приходится постоянно перенаправлять мысли с нее на что-то другое. В этом случае будет полезно найти неприятную мысль и изменить ее, посмотрев на нее с другой точки зрения. Другими словами, превратите конфликтную мысль в неконфликтную. Тогда она перестанет возвращаться и преследовать вас. А если другие считают мои желания нереальными? Джерри. Допустим, кто-то знает, к чему мы стремимся, а это что-то выше среднего, и говорит нам, что наши желания нереальны. Как избежать подобного влияния? Абрахам. Вы можете избежать чужого влияния еще до общения с людьми, подумав, что для вас важно. Здесь может очень помочь сегментация намерений. Если другие настаивают, чтобы вы увидели реальность, они заставляют вас врасти в одно место, подобно дереву. Пока вы видите только то, что есть, вы не можете превзойти его. Вы должны видеть то, что хотите видеть, чтобы притянуть это к себе. Внимание к тому, что есть, создает больше того же самого. Как можно получить все за 60 дней? Джерри. Вы говорили, что по сути мы можем за 60 дней получить все, что мы хотим видеть в своей жизни. Каким образом вы предлагаете нам это сделать? Абрахам. Прежде всего, вы должны понять, что ваша нынешняя жизнь – это результат прошлых мыслей. Эти мысли буквально пригласили или создали ситуацию, в которой вы сейчас живете. Поэтому сегодня, когда вы создаете мысли о будущем и видите себя таким, каким хотите быть, начинайте настройку тех будущих событий и обстоятельств, которые вам приятны. Когда вы думаете о будущем, это может быть срок в 5 лет, 10 или даже 60, вы буквально готовите его. Затем, когда вы войдете в подготовленный период, когда будущее станет вашим настоящим, вы настроите его, точнее говоря, этого я хочу сейчас. Все ваши мысли о будущем, вплоть до момента, когда вы сейчас обдумываете будущие действия, сойдутся вместе, чтобы принести вам именно то, что вы сейчас хотите в своей жизни. Поэтому процесс очень прост. День за днем понимать, что в жизни много сегментов. Входя в новый сегмент, вы должны остановиться и понять, что для вас наиболее важно, чтобы по закону притяжения привлечь это к себе для размышлений. Чем больше вы о чем-то думаете, тем четче становится мысль, тем больше позитивных эмоций вы испытываете и тем больше энергии притягиваете. Поэтому сегментация намерений – путь к быстрому сознательному творению. Нам было очень приятно общаться с вами на такую важную тему. Здесь вам предлагается великая любовь. Теперь вы понимаете. Теперь, когда вы понимаете правила, так сказать, этой чудесной игры в вечную жизнь, в которой участвуете, вы знаете, что предназначены для лучшей жизни, потому что теперь обладаете созидательным контролем над своим физическим существованием. Теперь, когда вы понимаете могущество законопритяжения, вы больше не заблуждаетесь в отношении того, почему что-то происходит с вами или с другими. Тренируясь и учась направлять свои мысли к желаемому, вы сможете достичь чего угодно при помощи науки сознательного творения. Вы, сегмент за сегментом, подготовите свою будущую жизнь, посылая могущественные мысли в будущее, чтобы приготовить его к вашему радостному появлению. Обращая внимание на собственные чувства, вы научитесь приводить их в гармонию с вашей внутренней сущностью и тем, кто вы есть на самом деле. Вы станете разрешающим. Вам суждена жизнь, полное удовольствия и нескончаемой радости. Нам было очень приятно с вами общаться. Пока это все. Абрахам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok